В первом десятилетии 16 века в районе Тростеверы на левом берегу Тибра, Сиенский банкир Раугустин Киджи решил возвести для себя загородную резиденцию в Риме. Строительство виллы он поручил своему земляку, архитектору и художнику Бальдасаре Перуци. Денег на ее строительство банкир не жалел. В декоративной отделке виллы Киджи, помимо Перуци, принимали участие самые известные художники того времени – Рафаэль, Джулио Романо, Содомо, Себастьяно Дель Пьомбо, Джованни Даудини. В результате каждая комната виллы была украшена потрясающими по красоте фресками. Одна из самых значимых здесь фресок – похищение Галатеи, написанная Рафаэлем, от которой и произошло название этой зал. Эта фреска была частью серии мифологических сцен, которые Рафаэль предполагал использовать для украшения лоджии, которые так никогда и не были им написаны. Согласно мифу, Галатея была прекрасной морской нимфой. Она полюбила прекрасного юношу по имени Ацис. Но в это время Галатеи восплывал страстью одноглазый гигант Полифем. Когда он увидел влюбленных наедине, то метнул огромную скалу и убил ею Ациса. В своей фреске Рафаэль отходит от точного изложения сюжета и рисует сцену, известную как похищение Галатеи. Галатея изображена Рафаэлем в соответствии с традиционным представлением – в колеснице раковине, запряженной дельфинами. Окружающие ее фантастические существа, пускающие стрелы маленькие амуры, образуют композицию, проникнутую настроением всеобщего ликования и радости, подчеркнутого изысканным сочетанием искрящих золотистых тонов, в которых выполнены обнаженные тела, ярко-синевое море и нежной голубизны неба. Сцена очень динамична, насыщена персонажами, полна жизни и движений. Технику моделирования тел Рафаэль явно позаимствовал у Микеланджело. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Агустинок Киджи заказывает Рафаэлю расписать открытую лоджию на первом этаже виллы. Основной темой фресок с мифологическими сюжетами стала история Амура и Психеи, описанная в метаморфозах Луция Апулея. Самая яркая часть этого романа – история небесной и земной любви, о том, как сам Бог любви, Амур, влюбился в смертную красавицу Психею, и в результате она становится женой Бога. Сохранилось много рисунков, выполненных Рафаэлем в процессе подготовки к росписи лоджии, однако непосредственной реализацией проекта по эскизам мастера в основном занимались его ученики – Чулио Роману, Рафаэле Колле и Джованни Даудини. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В орнаменте лоджии, помимо различных сцен, с удивительной достоверностью изображены многочисленные гирлянды с дарами природы, среди которых можно увидеть экзотические того времени овощи, произраставшие в Америке – трикву, помидоры, кукурузу, баклажаны. Субтитры создавал DimaTorzok На плафоне зала размещены две большие фрески работы Рафаэля. На одной из них изображен свадебный пир Амура и Психея, а вторая представляет богов, которые принимают Психею на Олимпе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok